всем привет с вами holo и мы продолжаем проходить игру битрейр в этот раз мы пришли форт надежды зачистили удаленные лагеря и я уже слышу врагов если прошлый раз они там не сразу встретились здесь сразу встречаются я даже не знаю радоваться этому или нет так надо посмотреть если меня на арбалет арбалет у меня ничего нет надо взять большой лук вместо арбалета и попробовать снять их по-тихому хотя здесь в темноте же хрен заметишь там что-то вернет это куст куст и сундук стать я вижу сразу да я не посмотрел карту а тут лутать перелутать я даже не знаю может стоит пойти вот так сразу зайти сюда может быть там все-таки лежит лопата потому что ну серьезно игра уже почти пройдена лопаты все нет надо аккуратненько сейчас ребят снять взять сундук где-то рядом прям совсем зря наверно на камень лезу здесь будут прям под камнем сидит вы стрелу я ничего не вижу вот незаметные ночные обидатели блин ну да я так и думал что я просто их не вижу в темноте все-таки получил орех странно почему они не позвали своих друзей вернее они вроде как позвали но они не отозвались пойду там ящик и сразу заберу потому что ящики вроде как на карте не отображаются и что-то знаю ящики классика сдохнуть самом начале это по моему у меня так в каждой серии вот если я следующие не сдохну это будет что-то не то у нас ребята услышали ой странно как они меня услышали не просто сюда пришли а после смерти же меняется расположение точно это значит и тех которых я убил сейчас живые косичок форели мне туда нужен большой лук может все-таки стоит боли не знаю что в ту сторону что в ту сторону много ништяков буду в эту сторону принципе даже думаю можно лицом торговать перед ними потому что все равно в темноте хрен видны у меня монитор такой я вроде принципе не так уж темно я не достаточно темно 4 больше не слышу либо не там зато я вижу сундук вот теперь слышу я даже не вспотел тут у нас улика сейчас сразу это заберу вернее записка заберу это сразу сундук с монетками пленный истинный христианин заливался слезами рассказывал как ему пришлось участвовать в расправе над мужчинами и женщинами и детьми во французской колонии далеко на север отсюда ну они ж такие есть я молчу так по дороге здесь больше ничего хотя нет там что то есть но я думаю это в принципе по дороге просто собрать я пойду сейчас вот так вот про не возвращаться по 300 раз я тут вышел кого-то или мне глюкнуло нет меня не глюкнуло просто не чуть дальше где-то рядом ни хрена не вижу а вот они меня видят причем очень далеко кстати это хорошо там еще третий же был вроде третий что не согрелся все понял я все понял а если не учитывать на будет постоянно распыляться прикольно слушать а ну-ка я думал одноразовая хе-хе ой ну как так то а это я думал без черепа а тут еще одна оказывается так вот это а нет все стрела у меня это максимально было а ну да обследовать повозка видимо застряла в грязи я не вижу что она в грязи застряла ну да ладно осанки женщины видимо ее привязали к дереву есть признаки того что ее терзали дикие звери не ясно была она жива или мертва в тот момент и что-то закопали копам серебряный медальон с разорванной цепочкой на нем изображение спасителя сзади выгравлены инициалы fm амм да она ее закопала не похоже мои стрелы ну как так то здесь у нас это классическая фигня все в порче где-то здесь должен быть ништяк ну сундук это не то что мне нужно ну и все да надо идти форк стать он здесь один больше ничего нет и кажется мне отсюда не зайти эх жалко нету указателей это кажется прямо на бугре или на скале что это я так понимаю там будет полно врагов до 40 монет что хотелось увидеть но да ладно дареному коню могила это здесь еще что-то должно быть колокол наши друзья ну да интересно этот развалится или это тоже и был в таком состоянии бегал незаметный кстати пантера блин здесь покоится николас такер отличная информация то что я искал пять стрелы это причем дофига кстати стрел побольше чем будет в прошлом порту трех очковый ну что взрывчатка да нет одна думал несколько было а нет стрел это не улики это просто стрела им что тут весело кому-то было по-моему вот взрывчаток то накинули сначала следует что у нас здесь здесь еще два ништяка где-то лежит в круге могилы я бы не назвал бы ништяком ну да ладно роланд крафт убит дикарями хорошо неплохо все видно капитан говорит что элисон маркли начал кричать потом лишился чувств когда ее элисон маркли начала а начала кричать это я тупой а потом лишилась чувств когда я наконец сумели привести себя она начала плакать говоря что ее сестра умерла получается ну да ладно пока не буду строить всяких тупых догадок посмотрим что у нас здесь можно забрать мне очень надо еще одну ну да кстати стрелы для короткого лука это индейцы их расстреливали как и не попал копом узорчатый серебряный наконечник для ножен рапиры рапирами же вроде пользовались как они там французы с балки свисает петля видимо улика зарядки мышки это хорошо где путь к форту надежды отлично значит здесь больше никого французы реландой всего мы стреляем нет языческого проклятия это наказание послана господом нашим ибо мы говорили с врагом его вместо того чтобы поразить их я говорил типичные набожники мы не должны бояться мне страшно если все дикари поднимут оружие против нас с нами господь да лопату не дайте наверно зря я разбиваю сразу это все где лошади ну да ладно за неимением иной благородной публики гриффин мэй отправился ко мне домой чтобы донимать меня своей обычной летание перечнями жалоб летание не знаю что такое летание исполняемо как всегда с жаром наводняющим выносимую тоску все что мне остается делать отправить его своя си до того как стемнело чтобы долг гостеприимства не вынудил меня оставить его на ночь так это что у нас щелики а это я x нажал случайно так сейчас надо до перечный жалоб говорить врагам его девушка закричала пленники заливали слезами а заливал слезами это было элисон маркли утверждает что почувствовал как умирает а ну да я как я и думал это наша дева в красном элисон потому что одна и та же картинка колокол нашли повозку нашли но череп это еще в прошлый раз петля была ножны медальон жертва разорвана зверями молодой ладно мне преследуют и живые и мертвые эммм и ты до сих пор здесь тяжелые тяжкие удары пришлось внести и моему телу и моей чести но все же мне удалось добыть несколько товаров отличного качества не надеюсь что ваш интерес как так как вы кажется мы последний покупать я надеюсь на ваш интерес ваш друг джон я бы на том месте свалил бы отсюда джон ого арбалет на сотку правда на него стрелы не падает ну да ладно обычный мушкет отличный мушкет на самом деле интересует больше да то есть мушкетный рог меня интересует большой лук и что-нибудь продать так потертый забирай обычный арбалет у меня какой нет даже обычный арбалет мне нужен так треснувший лук у меня обычный ржавый забирай старый мушкет нужен хотя не подарили старым мушкет у меня уже надет один или это не так работает нет так ну и потертый короткий забирай амалеты пускай будут и что можно купить еще на самом деле можно купить у него просто стрелы для арбалета арбалет 900 стоит ни хрена себе пускай будет вот так и поменяем три штуки маловато конечно что-то еще есть а это за этим а здесь можно стрелы для арбалета или здесь обычные как всегда нифига нам большой лук это не интересно ну да это получается закопанная нужна лопата это сейчас заберем и по старой схеме сначала соберу все а потом уже можно будет идти во тьму я вижу все меня не наебешь подозреваю пропавший колокол забрал морис эй вот зачем он часто жаловался что трезвон пугает лесных тварей и поэтому они не попадают в его селки хотя скорее их может пугать зловонная труба труба трубка с которой он не расстается а вот так совпадение ли что колокол через то самое утро когда он отправился с повозкой припасов обратно в свою хижину в лесу будь осторожней он может попытаться украсить второй колокол когда вернется в следующий раз ага значит у нас еще и колоколы тырят подожди я повесил колокол кстати с учетом того что колокол был украден не так уж и далеко он лежал ну отсюда sky просто висит мы пойдем дальше я так понимаю вот так ну да надо будет сделать крюк я так понимаю нам сюда столб кстати столбов я так понимаю дохеришь 1 2 3 4 5 столбов надо будет очистить офигеть здесь звук как будто ночь раньше такого не было а что за фигня да причем только там что ты будешь делать о стрелы для арбалеста три штуки отлично и мне вон туда сундук сундук ай ладно сразу сундук запих что за дресня у меня маленьких хватало у меня теперь еще и большого подсунули собаки сутулы да я правильно иду собака я не знаю как это получилось собаки мелкие я думаю в них лучше стрелять таким где еще один почему кстати я видел хпш у него не попал капец тут темно вы кстати сверчки почему-то ну нет звук почему-то леса просто тишина там звуки ночи здесь нету сверчков вот здесь уже есть то интересно что это значит обычный амулет энергичности а вот это интересно подожди у меня их два таких ну я думаю можно поменять потому что я не пользуюсь ближним боем по сути это мне сейчас в эту сторону может как раз таки за пауков здесь нет этих звуков ну просто тишина ну да ладно ну да здесь же тоже пауки были это за фигня такая ну нахер мне как-то даже без этих звуков неуютно в этом лесу вот по моему из-за этого их и нет все всех сожрали суки или на одну стрелу вроде это просрал вижу сундук вижу взрывчатку тамагавка три тамагавка я ими почти не пользуюсь но это все равно шикарно у нас только взрывчатки я ее не трачу блин на мне все пихается и пихается я что забрал? да я ее забрал можно нормальных прогулок там испанцев я уже скучаю по ним тут нужна лопата усюка даже я что это такое не обозначенная тропинка по всей видимости да я слышу дикарей пушек испанцев мне дали серьезно я же хочу по черепкам пострелять там звук такой прикольный да я правильно иду даже опять педрила сидят где-то в темноте найдешь головёха правда он меня тоже видит ну да ладно я оказался быстрее кто здесь больше никого нет? аманут говорит что соседние племена знали о болезни обрушившись на ее народ и стали покушаться на их территорию поэтому теперь им приходится противостоять налетам отрядов которые посылают чтобы испытать их силу ее отец желает заключить нами соглашение по которому мы будем друг друга защищать аманут это та девочка которая кокнули насколько я понимаю ну дочь вождя я правда не помню это уже давно было что с ней сделали по-моему что это нехорошее крылья крылья давай посмотрим что с ней сделали ну-ка так значит записки просто сейчас в последнее время происходит налет колокольный вор так колокол лёгий аманут дочь индейского а про нее вообще ничего значит я перепутал наверно 100 девочкой которую чпокнули и зарезали аманут значит просто упоминалось как дочь вождя ну это так и выходит там конечно хрен его знает все сундуки ну я так понимаю да и сундук пуст спасибо где вы незаметные ночные обитатели где вы незаметные ночные обитатели ну ты где гуталин я не вижу уже ступала прям перед лицом у меня стыдно я тупо не вижу с подойду меня как вебут ага я сгорю незаметно ночной обитатель уголек вообще ни хрена не вижу друга привел не понял теперь по куда 5 стрелы прозра все больше нет ваших друзей здесь эх три стрелы в трубу куда-то улетели я все равно забуду и напарюсь на нее откопан небольшой ключ лопата ура лопата которая отлично подвела для того чтобы откопать ну чтобы копать твердую почту ее можно использовать там где маленькая лопатка не справится прикольный был звук эта могила кажется была зарыта и снова за разрыта и снова закопано именно на гробе невозможно прочесть так давай раскопаем это для арбалена была дохер там плавал языка качественная молит скорость то давай сюда так подожди языка качественная молитва и репости шикарно и это получается я могу выкопать вот это и вот это ну ладно пока пойдем сюда это принципе конечно могу сочетелить и тп шнется и туда и обратно ну раз я уже здесь человек там полно по-моему да то здесь есть бочка с ним можно попить что-то мне подсказывает что ни ху я ны почему я это сделал просто потому что могу на контакт по ногам что либо по как же долго в скобках нет это еще не все ладно ну блин а ну да а нет предиктить можно надо было это я могу распать не плевать мушкет командира подожди а я думал это оружие дают как раз таки за ну за призраков короче когда я помогаешь им черепушки восстанавливать а их просто откатать можно было серьезно еще опять они тут можно попить оказывается пойду сверху чтобы не забыть а то я такой по-моему я запакован уже дальше некуда ого сегодня мне рассказали историю от тщеславной женщины которая считала себя красивее всех она обожала всякие безделушки и украшения и постоянно наряжалась и прихорашивалась много молодых мужчин добивались ее но она принимала лишь знаки внимания самых сильных и богатых поклонников однажды она услышала как старухи говорят о трех братьях которые жили в одном одни в дремучем лесу эти брали бы тебе страшными охотниками могучими воинами и как говорили старухи намного красивее других мужчин женщина захотела узнать где ей искать братьев но старухи сказали что ей лучше держаться от них подальше потому что они жестокие и злые и при том коварные и ловкие но все же она сумела уговорить их и вскоре отправилась искать братьев женщина была еще в пути когда настала ночь впереди она заметила огонь и пошла к нему и кто бы сомневался подойдя ближе она увидела что перед костром сидели трое самых красивых мужчин каких ей только приходилось видеть она вышла поближе к свету чтобы заговорить с ними но братья сразу же набросились на нее и начали терзать ее как животные так жестоко что крики разносились по всему лесу утром она проснулась с ужасной болью во всем теле окровавленная избита и лишенная всей былой гордости братья лежали простер простершись на траве в глубоком обеспеченном сне тогда она схватила топор и отрубила им обоим головы а третий нет трое убила им обоим головы видимо всего двое она же к старухам которые рассказали рассказали ей о братьях она зарубила их нихера себе а вот она пошла по деревне убивая всех кто попадал в сведенные глаза пока наконец несколько охотников не сумели схватить ее такую силу придала ей злость что даже вместо вместе им едва удалось удержать ее тогда один из охотников удобил женщине голову топором но ее тело продолжало биться от ярости и им пришлось отрубить ей руки и ноги но и отрубленные они корчились от желания найти новых жертв наконец охотники вырыли большую яму внутри ямы они развели огромный костер собрав все куски ее тела они побросали их в костер однако вскоре увидели что она не горит и тогда забросали яму тяжелыми камнями и землей а сверху поставили по кругу сильные талисманы чтобы они охраняли всех проходящих мимо говорят что когда люди приближаются к этой могиле то чувствуют как земля дрожит от ярости этой женщины неплохо неплохо почему обоим я думал там будет какой-то замутки прошу третий брат пришел это милый типа забрать ну да ладно прям берсерк а не баба обкопаны большие кожаные ножи подожди а я там четко пал для рапиры с искусным и изящным серебряными пряжками и украшениями наконечника который закрывал кончик рапиры нет видимо я наконечник еще впрочем здесь пропитана кровью все улики накины тогда получается мне осталось сюда забрать вот эту 2 фигни можно разведывать вернее разгадывать что у нас произошло и валить собирать ништяки в хорошем локации раз получается мне сундуки дают мне призраки вернее ништяки ричард проджер убит дикарей проджер и получается это можно пахаться 200 монет и сейчас пойду раскопаю эту фигню и можно будет отправляться в потусторонний мир ну да это где-то здесь было мне все время кажется как будто карта огроменная она на самом деле не такая уж и большая так нет все таки на большая короткий кук солдата ух ты а а а а а а а а и 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 так раз два три четыре пять столбов на призраков жопой жуй на самом деле даже можно будет сразу вот эти два столба очистить чтобы уже не возвращаться это и и и и и и и еще за трясня была просто меня напугать хотели так у вас получилось суки здесь должен быть призрак но его здесь нет начни надо найти сначала призрака на и ладно я пойду сначала очищу чтобы все-таки не возвращаться красивее чем днем кстати наш стоп да это столб это просто так очистишься я пойду да пожалуйста причем так кричать я не ожидал что он будет так близко ты будешь делать фуф не буду выпить с одним так много хп меня дняли одним выстрелом то будем прям пол хп сносили потому что это потому что череп но скелет вернее по меня попал то и тут же бы отъехал в конвульсиях не было же такого было просто тишина это я не нажимаю x я типа ближе к месту проклятие или чего-нибудь такого типа не понял одесса спасибо спасибо стол спасибо а то я чуть не сдох от страха ну раз так можно и попить и наверно идти влево можно стрел нафармить и серьезно этот звук меня чуть напрягает не колокол а вот этот вот это завывание это какая-то странная фигня столбу потому что я что-то призрака не наблюдаю страшно так как вот она чтоб противно токаре успел меня задеть прекращать сейчас реально было страшно это же там у стоит вернуться все здесь очищена призраку но я так понимаю вот тут нет я все вижу не кажется ли я слышал типа она да здесь же у нас женщина приковали типа и закрывали невозможно когда рядом враги но начни точно не показался запекли я вам кажется вдалеке вижу призраку точно точно шмеш туда ну да блин я наверно сейчас заберу стрелу телепорт ночь и буду читерить как будто ничего и не было я не вижу ничего себе просто так уже гуляете оскол скал мне череп свой дай пидрил а подождите не все но теперь видимо все так страшно вон я увижу на этом будет отправить его наверно на на колокол уже ты не слышишь ее крики ужасные жалкие крики жалки нет странно они затекли или мне все это приснилось поздно волноваться о снах но где я как я сюда попал звук колокола приведет что происходит так я даже не знаю как как быть прямо и надо ухты взрывчатка но